всем привет друзья наконец-то наконец-то этот день настал я добрался до столь важной темы в робототехнике как роз поэтому именно в этом плейлисте будут выходить видео уроки по роз но хочу сразу вас предупредить я не профессионал в роз я сам его только начинаю учить поэтому тут даже не видео уроки а мой личный опыт от изучения книг видео и различных статей по роз но этот материал будет осмысленным обработанным и подготовлен специально для таких новичков как я но если вам есть что сказать то обязательно поделитесь своим опытом и вопросами в комментариях ну что же со вступлением закончили можно начинать так что же такое роз просите вы роз это сокращение от робот оперейтинг систем и грубо это можно перевести как операционная система для роботов и все таки это не операционная система это фреймворк для программирования роботов он был когда-то разработан в далеком и прекрасным 2007 извините не смог держаться все-таки 2007 столько воспоминаний так вот он был разработан в лаборатории искусственного интеллекта стэнфордского университета для проекта стейр а 2008 году развитие продолжается уилл гараж калифорнийском научно-исследовательском стартапе робототехники совместно с более чем 20 сотрудничающими институтами как в чем же преимущество роса во первых эта популярность просто у нас конечно еще не так развит но других странах у разработчиков это популярный фреймворк второе это open source сообщество поддерживает всех разработчиков и каждый может внести свой вклад например написать библиотеку для роса третье это многопоточность это очень клевое свойство но не мы поговорим чуть попозже 4 это поддержка визуального тестирования не обязательно иметь робота чтобы научиться им управлять есть готовые библиотеки для разных роботов на которых вы сможете тренироваться и из минусов это высокий порог входа как минимум надо знать основы работы с линуксом и знать какой нибудь язык программирования на достаточно хорошем уровне второй минус это кроссплатформенность рос ориентирована на у них с подобной системы то есть на линук но есть маленький нюанс связанный с версиями так например ubuntu является поддерживаемой и рекомендованной системой а вот fedora или mac os они экспериментальные установил на разбери распобия можешь смело удалять каждый год выходит новая версия роса но нужно посмотреть какая версия ubuntu поддерживает тот или иной рос рос поддерживает такие языки как python c++ lisp и экспериментальной библиотеки на java рос можно назвать мета операционной системой для роботов с открытым исходным кодом рос основан на архитектуре графов где обработка данных происходит в узлах которые могут получать и передавать сообщение между собой граф это абстрактный математический объект представляющий собой множество вершин графа и набор ребер то есть соединение между парами вершин в нашем случае вершины это ноды а ребра это топики это два основных понятия о структуре роса но ты это исполняемые файлы которые могут исполняться параллельно друг другу привет многопоточность а топик это структура которая связывает отдельные ноды топик берет на себя задачу связанные с памятью и очередностью сообщениями между модами можно сказать что но да это отдельные структуры которые общаются между собой с помощью топиков топики передают сообщение будь то int или float не может быть топиков с одинаковыми именами даже если они имеют разный тип но давайте проясним вот какую вещь представим что мы сделали исполняемый файл для работы с сервоприводом но у нас несколько таких сервоприводов и мы хотим чтобы они управлялись по одному закону но независимо друг от друга поэтому мы создадим ноду для каждого устройства со своими уникальными именами и вот это но да нет если есть какая-то пусть даже маленькая задача мы создадим отдельную ноду под нее сейчас мы познакомились с основной информацией касательно роса давайте установим для начала нужно установить самую последнюю версию бунта как это сделать почитайте статье которую я оставлю в описании да и вообще посмотрите список статей которые мне помогли для настройки бунту я установил себе на рабочий компьютер параллельно с виндой бунту и на разбери я тоже поставил бунту мэйд после установки операционки нам нужно перейти на официальный сайт роз здесь мы выбираем желаемую версию роз у меня это будет роз мелодик моряне нажимаем кнопку загрузить и выбираем операционную систему затем мы видим все этапы установки роса и просто идем по пунктам переходим по ссылке вводим ключ доступа произведем обновление системы здесь мы выберем полную версию роз включает себя различные ништяки затем нужно инициализировать депозиторий роса и обновить его теперь нам нужно настроить окружение для того чтобы при каждом запуске автоматически добавлялись переменные среды роз в нашу сессию и последнее нам нужно установить инструмент для работы с пакетами на этом установка заканчиваются но нужно проверить цели работает для этого переходят на следующую страницу вводим следующую команду он показывает что сам роз установлен затем создадим рабочее пространство для проекта теперь откроем вторую консоль не ведем команду рос но от лист она нам покажет список нодов а затем команду роз топик лист она покажет какие топики участвуют в проекте на этом вот начать заканчивается надеюсь этот урок был для вас полезным следующем видео мы продолжим знакомиться с напишите в комментариях стоит ли развивать данные направления спасибо что досмотрели данное видео до конца и помнить того чтобы поддержать проект нужно всего лишь подписаться на канал всем хороших разработок пока